очень интересен. У нас сегодня запланировано целых два матча, как я уже сказал, это Брянск против Орла и Белгород против Воронежа. Соответственно, второй матч начнется в 22.00, но, наверное, чуть попозже, потому что первый матч начался с задержкой, вы видите, что прошло уже 45 минут. И дело в том, что игроки, они думали, что они начинают в 22.00, и вот то, что они начинают в 8, стало для них небольшим таким открытием, поэтому задержка в 45 минут, но ничего не поделать. Смотрим за игрой, первый раунд на наших экранах, карта Dead Rain, Брянск у нас за Т, Орел за КТ, и МАС на закрытый план, смотрим за кем-нибудь из игроков сборной Брянска. Врыв через нижнюю горочку, ловят, ловят с флешкой в руке Джуса, он умирает, кого-то еще взрывают, ой, нехорошо, нехорошо, убили Николая, убили его с гранатой в руке, вот эта граната его упала, взорвала своего, и сейчас, конечно, ситуация не самая легкая для брянчан. Минус от Кристалла, ситуация 3 в 2, отлагает наш Хелсбар, к сожалению, лаги на Хелл ТВ уже второй день, но в итоге Брянск справляются с статистом контров, и первый раунд именно за ними. Хорошо они начали, причем, если вы помните, прошлая игра Брянчан, заборная Брянска, обернулась для них очень-очень хорошо, они сыграли 2 карты против Белгорода, и обыграли их на Мираже с отчетом 16-1, то есть просто разгромили Белгород, а на второй карте они сыграли уже, конечно, не так разгромно, они сыграли 16-14, то есть борьба была упорная, но тем не менее 3 очка у них в копилочке есть, и Брянск сейчас прямо-таки и фаворит турнирной таблицы. Если они обыграют в этом матче Орел, то будут стабильно на первом месте с 6 очками. Кстати, пока у нас отдача, я забыл что-то поинтересоваться нашим жителям в чате, вы, пожалуйста, напишите, хорошо ли меня видно, хорошо ли меня слышно, нет ли каких-то жестких лагов. Я вижу, что немного подлагивает, но, к сожалению, это проблемы Овнида, того сервиса, через который мы стримим, мы с этим сделать ничего не можем, проблемы на их стороне, и, ну, можно только надеяться, что в дальнейшем лаги станут чуть-чуть поменьше. Счет 2-0, и, думаю, настало время, наконец-то, обидеть состава. Я в самом начале игры это сделать не успел, и вот теперь, наверное, стоит это сделать. Итак, сборная Орла. Это Илья Семенов, он же Зерк, Андрей Меркушкин, он же Джуз, Станислав Михеев, он же Максимус, Артур Парилаев, он же Кристалл, и Ярослав Малыгин, он же Яш. В состав сборной Брянска. Евгений Ситнов, он же Ферри, Максим Роганков, он же Ратрикс, Кирилл Калинкин, он же Ринга, Роман Косоротиков, он же Кос, Николай Вахрушев, он же Шторм, и Александр Кулешов, он же Стич. Вот, справился я вполне нормально с произношением фамилии, имен, и мы смотрим на третий раунд. Отдача, естественно, отдача у сборной Орла. В этом раунде нас, естественно, ничего сказать не будет. Смело ждем следующего раунда, когда будет у Контров закупка, и тогда мы увидим что-то интересное. Я вижу, что, кстати, очень многие жалуются на лаги. Сейчас я еще раз посмотрю, да, лагает, в общем-то, довольно сильно. И, наверное, если вот к концу этой карты, если будет перерыв, либо к концу непосредственно первого матча, если будет время, я, наверное, перейду на Twitch с Овнида. Посмотрим, будет ли лагать там, потому что что-то, да, как-то вот подлагивает достаточно жестковато. Хотя вот сейчас вроде стало немножко поменьше. Ладно, смотрим. Смотрим за игрой. У нас счет 3-0 в пользу Брянска. Они уже неплохо так обеспечили себе... обеспечили себя тримя раундами, причем в самом начале игры. И у них есть все шансы, и, в общем-то, дальше продолжим в таком же духе. Смотрим. Пытаются выйти на открытый план с Брянск, причем они уже там, у них это получилось, и сейчас Орлу придется выбивать. Хотя бомбы далеко от планта. Не спешат они непосредственно продвигаться к постановке бомбы. Просто контролят позиции. Ну и посмотрим, правильно ли они делают. АВП есть у Яша, также АВП есть у Ринга, то есть по АВП. Команде 24 в 3 в пользу Брянска. 4 в 2, ну и похоже, что Максимусу и Яшу сейчас придется очень жестко. Они оба на пленте. Пролагал их ЛТВ, мы видим два минуса. Не так все плохо, как я описал. И в итоге Максимус 1 в 3 против Коса, Ринга и Ферри. Есть диффузы, подбирает он их. 50 хп в активе. Нет, при этом стичь у нас, что это? Он висит у нас так. Нет, отлично хажет от Ферри и счет 4 в пользу Брянска. Учитывая, что они начали за терроров, в общем-то, начало очень и очень уверенное. Снова отдача у Орла. У них Диггл Бай. Один диффуз на команду. Возможно, они надеются на взять этого раунда. И причем мы видим, что Кристалл уж точно надеется на это. Он делает первый минус Диггла. Размена от Брянска. И в итоге ситуация 4 в 4. Ну, уже 3 в 4, 2 в 4. Ну, и несмотря на первый такой отличный выстрел Диггла в голову, но все-таки, я думаю, раунд останется, конечно же, за сборной Брянска. Вот я видел в чате вопроса, спрашивают, интересующиеся нет ли среди участников сборной Смоленска. Их, к сожалению, нет, сборной Смоленска нет. Давайте я, кстати, вполне логичный вопрос, поэтому давайте я быстренько назову участников этого чемпионата. Это Брянск, Белгород, Орел, Воронеж, Тамбов, Липецк, Старый Оскол и Курск. Ну, в общем-то, по названию чемпионата Чернозем онлайн-мастерства можно понять, что это команда Черноземья. Поэтому, думаю, можно, если ваше знание географии не хромает, то можно понять, почему именно эти команды и почему каких-то других городов здесь нет. Видимо, что масс-дом у терроров, при этом ринга на центре. Николай у нас довольно неплохо стреляет на зельне, пытается отвлечь на себя внимание. И у него, это получается, там идут к нему флешки, хаешки. И вот Кристалл у нас пришел на более пассивную позицию к спуску. Смотрим, что будет делать Брянск. Они у нас будут выходить, я почему-то, через верх-вниз. Там себя неплохо показал Максим, сделал минус, Максимус сделал хэдшот-сэмки. И вот тут же разменяли. И вот Николай отлично проходит на пятую линию, убивает Яшу вбок. Он как-то, я не посмотрел Николая, хотя была по нему инфа, что он на зельне странно. Вроде как смотрел Максимус, или кто он смотрел, кто-то другой смотрел у нас подъем. Видимо, что-то не рассчитали у нас в контры. В итоге ситуация 4 в 3. Николай все еще на зелени, а остальные брянчане у нас на закрытом планете ставят бомбу на пустом закрытом планете. Николай снова делает отличный хэдшот. И раунд явно остается за Брянском. Пока мы видим, что очень уверенно действует сборная Брянска. Все нехорошо, а учитывая, что это атакующая сторона, более тяжелая на Д-трене, то еще один отличный хэдшот от Николая. 6-0. Николай, кстати, это у нас Шторм. Он играет под ником Николай. Николай Бахрушев. Просто некоторые могут удивиться, почему не было такого никнейма. Когда я озвучил, этот игрок решил сыграть под своим именем, так сказать, а не под никнеймом. Кос делает минус с АВП на открытом планете. У контров плохая закупка, у них нету даже ни одного диффуза. Но это, конечно, не так важно. Важно то, что у них Фамасы, плайна команды, предлагала их ЛТВ. Про этот раунд толком сказать и нечего. 7-0. Брянск уже набрал нехилое количество раундов в задую сторону. И если они продолжат в таком же духе, то эта игра может стать разгромной для Орла. А, конечно, этого не хотелось бы. Хочется увидеть борьбу. Напоминаю, что карты у нас будут Д-Трейн. Потом у нас будет карта Д-Инферна. И потом, если понадобится, будет Д-Тускан. Напоминаю, что матч играется по системе Best of Dream. То есть, две карты и третья в случае ничьи 1-1. Еще одна отдача у Орла. Они уже упали на какие-то полузакупы, на отдачи. И видно, что у них как-то все не очень хорошо складывается. Ну, впрочем, это видно и по счету. 7-0. Делают минус Кристалл, делают минус Максимус. Отличный минус. Но вот такие минусабы им делают бы на закупочке, а не на деглах. Тогда, возможно, было бы что-то интересное. В итоге у нас 8-0. Остается один зерк. У него 4 хп, у него USP. Ну, и ему можно пожелать в этой ситуации только удачи. Причем очень большая удача, потому что... Ну, вряд ли вам что-то сделает. Да, счет остается 8-0 в пользу Брянска. Они уже взяли больше раундов, чем Орел. Даже если Орел возьмет в себе остальные раунды, счет будет 8-7. А, в общем-то, если команда ведет за три стороны, ну, это уже первые признаки. Так скажем... Ну, такая... В общем, это говорит нам о том, что у Орла не все в порядке. Немножко я запнулся, что-то у меня сегодня нехорошо. С головой. Проход по зигзагу, по зелени от Брянска. Николай вместе со Стичем. Николай уже привычно идет по зелени. Привычно делает там минуса. И смотрим, что будет дальше. Еще один минус от Николая. Видим, что Николай у нас в этой игре просто разрывает своих соперников. Думаю, если я нажму тап, то он будет на первом месте. Да, 11-4 идет этот игрок. И показывает себя очень и очень хорошо. Что не минус, то Николай, скажем так. Джуз 1 в 2 против Ринга и Николая. Опять-таки, против Ника, Ринга и Коса. Целых три игрока против него осталось. И в итоге 9-0. Пока даже непонятно, что могут игроки сборной Орла противопоставить Брянску. Пока все это похоже на какое-то небольшое такое избиение. Причем мы не видим ситуации там 1 в 1, там 2 в 2, где Брянск, допустим, мог бы их тащить. А вот именно просто происходит расстрел. Контров на карте. Конечно, не все совсем плачевно. Есть минус А, например, вот Зерк делает минус. Ситуация 4 в 4. Но потом вот появляются такие игроки, как Ринга, которые отпишут хэшот с АВП. И дальше все происходит по накатанной схеме. Почему-то Орел нас сдает. Очень сильно сдает. 10-0. И сейчас, наверное, можно даже вспомнить матч против первых соперников Брянска по группе. Это Белгород, где первая карта была закончена на 16-1. Кто знает, возможно, мы в этой игре увидим что-нибудь на вроде этого. Хотя, конечно, не хочется пока скидывать Орел со счетов. Все-таки ребята там тоже собрались весьма хорошие. Отдача. Отдача у Орла. Этот раунд снова будет в копилочке Брянска. Счет будет 11-0. Ну и нам, наверное, стоит подождать вторую сторону. Я не знаю, правда, как будет Орел играть за Т-сторону, за более сложную. За атаку. И, если честно, как-то мне лично не верится, что они прямо потащат, сделают камбэк. Просто не видно пока каких-то предпосылок к этому. Непонятно, что им может помочь. То есть, тимплей, если мы не видим за КТ, то за Т мы его увидим еще более вряд ли. Каких-то жестких минусов, но мы и за КТ их не видим. То есть, все как-то весьма и весьма печально для сборной Орла. Причем я напоминаю вам, что у Орла уже есть одна игра в активе. И они ее, к сожалению, проиграли. Игра была против Воронежа. Причем их тоже там разгромили. Счет был 2-16-4-16. То есть, мы понимаем, что, несмотря на то, что ребята в Орле не самые плохие, но они являются аутсайдером этой группы. И вот этот счет 11-1, кстати говоря. Вот только я отвлекся, и Орел сразу взял один раунд. Возможно, это знак, и нужно побольше отвлекаться. Ну, а возможно, и нет. Вот. Ясно о том, что Орел является аутсайдером группы. У них маловато, конечно, шансов на то, чтобы навязать борьбу фаворитам. Но, кто знает, вот первый раунд, наконец-то, есть в активе Орла. Счет 11-1. И нам остается посмотреть еще 3 раунда. Если сборная Орла, конечно, хочет показать себя за Т сторону, то им нужно набирать еще, по меньшей мере, 3 раунда. Потому что играть от 1-2 раундов, конечно, за Т сторону, это будет практически нереально. Нужно будет брать первый раунд по-любому, и там уж брать все остальные, и надеяться на то, что Брянск не возьмет почти одного раунда за КТ. А это, мне кажется, ну, практически нереально. Смотрим. 3 в 4 ситуация. Бомба поставлена на закрытом пленте. 2 в 4 убивает Кристалла. В итоге Зерк с АВП. Яша с АВП. 2 АВП у Контров. Они не очень мобильны. И, ну, не знаю. Попытался Зерк сейчас отстрелить Коса. Попал ему в ногу. Чуть-чуть повыше бы. И, возможно, все было бы более благоприятно. В итоге Яша 1 в 3. 1 в 2. Неплохие минусы с АВП. Но раунд ему уже в любом случае нельзя взять. Бомба тикает слишком быстро. И, ну, это нереально. Еще один минус с АВП, кстати говоря. Убивает он Стича. Но даже вот не смотря на свои снайперские навыки. Раунд за Брянском. 12-1. Смотрим, что будет дальше. Так еще я отнимаю это АВП у Яши. Все правильно сделал Ринга. Не нужно, конечно, позволять контрам так сильно разжеваться. Кстати, очень будет интересно посмотреть на следующую игру. Потому что это игра, на мой взгляд, двух фаворитов. Возможных, вернее, фаворитов. Кто ее выиграет. Если счет будет равный, примерно равный, допустим, 16-14, то... Еще непонятно, как все сложится. Если же кто-то кого-то разгромит, то это будет явный второй фаворит в группе, помимо сборной Брянска. И вот это, конечно, будет очень интересно узнать. Напоминаю, что следующий матч, это Белгород против Воронежа. 1 в 3 ситуация, или 1 в 4. Хелсбар жестко лагает, поэтому ему уже нельзя доверять. Тогда 1 в 3. Раунд за Брянском. Счет 13-1. И похоже, что... Все более чем печально для сборной Орла. Конечно, мы все еще помним, что списывать со счетов команды нельзя. Еще рано. Но на первой карте, мне кажется, уже все понятно. Смотрим. За последним раундом в первой стороне Николай снова по зелени, как обычно. Кост по центру с АВП. Жесткие минусы, при этом очень плохо с деньгами у Орла. Экономика подпорчена просто... Просто в путь. В плохом смысле этого слова. И ситуация 3 в 5. 2 Деглафа масс против 2 АВП. Закупки полной ставится бомба. Ну и похоже, что счет станет 14-1. Давайте посмотрим. Возможно, какое-то чудо и поможет взять Орлу этот раунд. А посмотри на чудо всегда. Интересно. Нет, не видим мы чудо. Николай обрывается, делает 2 минуса. Куда-то в бок, в спину. И счет 14-1. Смена сторон. Смотрим на первый раунд. Именно он у нас покажет, что же будет дальше. Если первый раунд останется за Брянском, то... Всем все понятно и без комментариев. Капитан очевидности. Четыре зелень. Яша по центру. Именно такая у нас тактическая заготовочка от сборной Орла. При этом я не вижу у Яши флешки. Видимо, просто он решил прочекать центр. Странно. Ну да ладно. Выход по зелени. Первые минуса есть. И они за сборной Брянска. Отличный хэшет от Кристалла. В прыжочке с Глока. Но нужны срочно еще минуса от его тиммейтов. Либо еще бы от него. Потому что... Ситуация 4 в 3. В пользу Брянска. Прилетает флешка. Хаешка. Максимус Коцный. Минус от Брянска. И в итоге... 2 в 4. Смотрим. 2 в 3. Это уже становится интереснее. Николай заходит в спину. И двое прямо-таки врываются на открытый плент. Думаю, сейчас будет жесткая просто заруба. Нет. Жесткой зарубы не получилось. Без особых проблем. Брянска берет первый раунд. Счет 15-1. И... Ну... Ждем. Взять отдачу за Т. При счете 15-1. Ну... Это, конечно... Стремится к бесконечности. Вероятность. К минус бесконечности, конечно же. Неплохой минус от Яша. Но тут же Ферриан делает минус 2. Ситуация 2 в 4. 1 в 4. И на этом, я думаю, можно поставить точку. Брянс побеждает в первой игре. С отсчетом 16-1. Просто громят. Громят своих соперников. Брянчане. С чем мы их и поздравляем. Первая карта у них в копилочке. Давайте я попробую перейти на Twitch.tv. Надеюсь, что я успею это сделать. Поэтому я буквально на... Минутку пропаду. Может быть, на 2. А вы потом нажмите F5. И увидите обновленный плеер. Возможно, там лагов будет меньше. Далеко не уходите и не скучайте. Субтитры создавал DimaTorzok